Добрый день! Сегодня хочу рассказать про изготовление вот такого вот мачете тисака из рамной пилы. Рамная пила 2 мм толщиной. Взял на приемки б.у.шную. Изготавливал по рецепту Соколова Григория. Есть у него видео. Кто не знает, обязательно посмотрите. Полезно, как сделать такой. Чисачок. Но я кое-что повторю из его. Плюс там несколько нюансов, которые, мне кажется, надо отметить. Вот. Длина. Он предлагает использовать вот от локтя до кулака. Ручка. Две ладони. Ширина где-то два пальца. Ну, плюс-минус, чтобы схватиться. Нет, я чуть-чуть сделаю широковато. Буду. Здесь ширина в идеале вот ладонь. Вот так. И ладонь вот от кончика. Как бы вот здесь вот самое должно быть широкое место. Здесь где-то так вот под 45. Ну, как бы дуга вот просто. Тык-тык. Квадрат здесь. Ну, и здесь как-то. Я здесь, вот он скругляет. Я сделал по прямой. На мой взгляд, это просто разницы особой нет. А резать по прямой, ну, быстрее и точить удобнее. Вот. У меня чуть-чуть уже, потому что я делал из бушной пилы. И у меня просто не было ширины. Вот. Главное, как резать. Нарисовали. Режем болгаркой. Но не так, что взяли и пошли вот насквозь. А мы как бы вот по металлу ездим туда-сюда. Или вот проехали. Проехали. Как бы чуть углубили вот по этой линии. Когда чуть-чуть осталось, мы отламываем. Ну, если-то уже в каких-то местах пропилили, в каких-то еще не допилили. Ну, вот уже чувствуем. Вот. Ломать надо аккуратно, потому что у кого-то силы есть, он и пополам вот ее может сломать. Чтобы не сломать в ненужном месте. И что еще? Вот Соколов Григорий работал, вот он на видео, в перчатках. На мой взгляд, это небезопасно. Может зацепиться, намотаться. То есть болгарно. Ну, это опасно просто. Это раз. Во-вторых, в перчатках вы не чувствуете металл. В данном случае нам надо чувствовать металл, чтобы его не перегреть, чтобы не отпустить. Если рука держит, все нормально. Если чувствуем, что уже горячо, перестали резать. Можно... Вот он на мокрой тряпке, я без всякой тряпки резал, все нормально. Можно. Ну, раз перестали в этом... Или, допустим, я эту линию делал, делал, ага, нагрелось сильно. Начал здесь резать. Порезал здесь, ага, нагрелось. Здесь остыло. Ну, и так, в разных местах. Чуть-чуть и делаем дальше. Здесь небольшое углубление. Здесь... Ну, то есть, чтобы веревка не светалась туда-сюда. Подделал человека, дополнил гард. Гарду такую сделал. Это... Удобно, ну, как сказать, более надежно. Плюс, когда вставляется в ножны, он упирается гардой. Хотя веревка, он тоже будет упираться довольно плотно и хорошо. Дальше. Что еще рассказать? Соколов Григорий работал... Вот вырезал диском... А, диск. Вот у него большой стоял диск. Я использую для таких случаев огрызки. Коротенькие. Что это дает? Длина окружности меньше. Ну, вот, допустим, вот такая окружность. И за один оборот или вот столько проходит абразива, или вот столько. Соответственно, у меня, получается, работает более медленно. Ну, и меньше нагревает. У меня болгарка без регулировки. Вот, поэтому, чтобы не перегрыть, вот лучше использовать и маленький диаметр, вот, для загнутых, таких вот, кривых поверхностей, криволинейных резов удобней, чем большой. Ну, и, соответственно, мы добиваем их диски так дальше. Потом, в спуске, Соколов Григорий делал у него, ну, такая чашка, которая клеится на липучке, на это, в Эл-Кроле, как это называется правильно, наждачка. Вещь хорошая. Я использовал для первичного зачистной. Толстый диск. Вот, потом лепестковый использовал. Потом меня вот немного наточили. То есть, ну, чем есть, тем и пользуетесь. В принципе, не проблема это сделать. Вот, дальше. Соколов Григорий советует здесь сделать спуск пошире, здесь поужина. То есть, здесь такое будет, а здесь будет плавно переходить. Потому что здесь для чистовой работы, здесь для рубки. А вот это вообще, ну, какую-нибудь землю копать, ничего-то ковырять. Вот. Дальше. Что мне еще у Соколова Григория немножко непонятному стало? Он почему-то советует бить не самым широким, толстым местом, а чуть-чуть ближе. На мой взгляд, это неправильно. Самое толстое место, здесь самая масса, оно будет... То есть, оптимальный удар. Потому что, когда мы бьем, если будем бить этим местом, масса продолжает двигаться. И у нас отдает его руку. Ну, и получается, мы бьем, отбиваем руку. Зачем это надо? Непонятно. Ну, эффективность меньше. Вот. Дальше. Как наматывал, это уже у него несколько видео. Делается вот так вот. Петелька здесь проводится. Вот сюда выходит. Там со второй стороны также петелька. И пошли чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик мотать. кончик продели вот в эти и потом за это колечко вытянуть но так у меня ушло около четырех метров здесь осталось ну три-четыре метра толстого шнура толщину не знаю просто шнур белый шнур неудобно он не лучший вариант он мажется лучше какой день такой темненький с другой стороны заметен вот тут опять же какому для каких целей если чтобы не потерять в траве то лучше каким-нибудь оранжевым тряпка для стирания вот если чтобы не привлекать внимание то темненький там зелененький ну опять же если где-то в песке там песочный вот я просто нет рабочие варианты для экспериментов вот очень хорошо конечно вот ленточные шлифовальные машины или гриндере выводить плоскости и все это здесь вот такой вот вот из новые рамные пилы путь можно сделать 4 то есть один вот так располагается другой симметрично здесь ручка здесь лезвие потому что вот длина как вы видите здесь порядка и суд у меня вышла 50 чем-то рамная пила на 125 сантиметров длина у нее дальше что еще сказать полу намотку вот соколок григорий захочет делать он когда наматывает он наматывал получалось что у него рука шла вот через лезвие и есть опасность порезаться то есть он так профессионал он может все что угодно сделать и но если вы этим не занимаюсь есть опасность вспомнился анекдот григорий входил в горящие избы останавливал наскаку коней в общем вел себя как баба вот то есть поэтому вы если так себя вести не можете то есть шанс порезаться поэтому я крутил то есть делаем папа витков закрепили вот эти вот и потом я крутил не веревку крутил лезвие и тогда получалось это не менее опасно на мой взгляд такой ну и то и то и другое в принципе при аккуратном использовании возможно дальше что еще рассказать вот еще так пару веток срубил принципе неплохо но в принципе ничего особенного я не увидел по сравнению с мачете сделанным из двуручной пилы двуручные пилы они зависимости от длины разной толщины вот обычная ножовка но пол миллиметра насколько я знаю вот метровая двуручная 075 видел полтора метра двуручную соответственно она была один уже миллиметр вот в принципе можно из этого сделать из чего делать чем хороший пилы пилы делаются из металла который как бы рассчитан на работу с деревом то есть он более гибкий чем тот который рассчитан на работу с металлом так как это планируется что она будет и что-то ковыряться там гнуться это пусть для таких ударных нагрузок металл то есть пилы для работы по металлу они не очень рассчитан вот дальше что еще вам рассказать ну вот собственно так значит обзор папа немножко по работаю может быть там сокращу вот в ручку в принципе можно даже короче сделать на пару сантиметров для меня ручка длинная для чего не для того чтобы увеличить это это торчат когда мы рубим соответственно можно сделать не ручку длинную ручку скажем сделать запасом чтобы моя там или кто-то там взял еще попользоваться и можно просто сделать больше лезвие что тут вопрос такой насколько это увеличить лента вот это вот дуга как делается вот отсюда где-то вниз у нас мизинец когда мы замахиваемся то у нас как будет поворот идет вот от этой но также в принципе как и вот аппарат делают от конца рукоятки проводит прямую к саму вот этой точки длинный ну соответственно вот так вот мы прорезаем вот этот наклон делаем здесь получается ступенька а вот эту точку мы делаем как вот у нас рукоятка примерно посередине вот так вот идем получаем вот эту точку вот собственно все сошью еще к ним буду шить ножны простенькие вот кстати человек это полетел обзор он использует защиту от бензопилы вот мне как-то на приемке попадалось защиты пилы ломаются может можно найти вот кстати знак у меня был аварийки тоже такой чехольчик на мой взгляд очень сюда может подойти но этот чехлах разговор отдельно я буду шить как я уже шил пару раз ничего там сошли покажу и соответственно сделаю немножко по пользу сделаю обзор хочу планету сделать обзор вот этого сравнить с из двуручной пилы сравнить с более толстым вот благодарю за внимание всего доброго удачи